В день рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня Пушкинский театр ДУФУ совместно с администрацией города Владивостока организовали праздничный литературный марафон. Студенты и преподаватели ДУФУ, школьники, общественные деятели прочитали стихи и прозу классика. На самом деле такие мероприятия важны не только для студентов, но и для горожан в целом, детей очень много. Пушкинский театр является таким фортпостом в городе Владивостоке, именно Дальневосточного федерального университета. Это место силы, в которое действительно приходят горожане. Тут проводится очень много мероприятий, в том числе и каждый год празднуется день рождения Александра Сергеевича Пушкина. На самом деле здорово, и здесь собираются именно те люди в день рождения, которым это интересно, действительно читают стихи от души. Невозможно себе вообразить весь масштаб личности Александра Сергеевича. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы спросить у горожан об их самых любимых произведениях великого классика. Вы знаете, у какого писателя день рождения 6 июня? Да, Пушкин Александр Сергеевич. Правильно, вы можете вспомнить любые строки из его произведения? Да, конечно. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка почтовая, И мщик сидит на лучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салатский жучку посадив, себя в коня преобразив. Ему и больно, и смешно, а маль грозит ему в окно. Я вас любил, любовь еще быть может, моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, И днем и ночью кот ученый, и все ходит по цепи кругом. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Татьяна русская душа, сама не знаю почему, С ее приростной красой любила русскую зиму. Мороз и солнце день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Кульминацией акции стала посадка саженцев европейского широколиственного дуба, привезенных из Болдина. Два дубка вырастились с желудей, собранных в крупнейшем российском литературном музее-заповеднике, размещенном в родовой усадьбе Александра Сергеевича. Теперь дубки украсят городской сад Пуштинского театра «Довуфул». В его творчестве синтезируются идеи и гражданственности, и патриотизма, и в то же время совершенно нежности и искренности. Мне кажется, в этом смысле это удивительный совершенно гений, который по отношению к Пушкину это слово замыленное, но по-другому его никак нельзя назвать. Пушкин не только солнце русской поэзии, но и создатель современного русского языка. По мнению многих филологов, если бы не Александр Сергеевич, возможно, говорили бы мы сегодня как-то иначе. И спустя столетия по его не теряющим актуальности произведениям продолжает изучать русскую культуру. Пушкин писал о том, что всегда волновало и будет волновать человечество о любви, дружбе, чести, долге и о самой жизни. Вы помните, какого писателя день рождения 6 июня? А как же, Александр Сергеевич Пушкин. А можете вспомнить? А по старому стилю, 26 мая, где вот он описывает природу на красных лапках, гусь тяжелый, ступает бережно на лед, скользит и падает. Значит, снег, малыш уж заморозил пальчик, ему им больно и смешно, а мать грозит ему в окно. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как невалютное видение, как гений чистой красоты. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. А я, будучи еще школьником, была викторина, посвященная двухстолетию Пушкина. И мне заполнился романс, который исполняла девушка на гитаре. Этот романс был посвящен непосредственно Пушкину. Тает желтый воск свечи, стынет крепкий чай в стакане. Где-то там в седой ночи едут пьяные цыгане. Полно. Слышишь этот смех? Полно. Что ты в самом деле? Самый белый в мире снег выпал в день твоей дуэли. Пушкинская улица обрела свое нынешнее имя по решению Городской думы Владивостока 7 июня 1899 года в память о столетии со дня рождения поэта. Вслед за улицей Пушкинским стал называться и театр. Сегодня именно здесь находится единственный в Владивостоке скульптурный портрет великого русского писателя работы профессора Эдуарда Барсегова. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.